Эти добрые люди Эти добрые люди Из рода Рюриковичей взошел на русский престол В июне 1606 года Причем при весьма Драматических обстоятельствах Его власть продержалась недолго К сожалению всего около 4 лет Правитель этот был весьма Незурядной личностью А деятельность его была оценена по разному Причем как современниками Так и его потомками Смутное время Василий Шуйский У нас в гостях историки Наталья Петрова И Андрей Кокарев Здравствуйте Наталья Петрова Окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина Член Союза писателей России Преподаватель лицея Воробьевы горы Автор книг Тайны древних календарей И веков азартная игра Андрей Кокарев Выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина Писатель Москловед Член Союза писателей России Автор книг Москва повседневная Дневная и война и москвичи. Дневная и война. Дневная и война. Дневная и война и москвичи. Все трое братьев Шуйских, на тот момент, соответственно, это Василий как старший, Дмитрий и Иван неженаты. То есть Годунов цереноправленно это делал? Ну да. Есть факт такой, что Годунов запрещал Шуйскому, Василию Шуйскому, второй раз жениться. Да, у него дважды брак был. Да, ну там обстоятельства первого брака не совсем известны, даже совсем неизвестны. Известно только имя его жены из рода Боленских Репниных, Елена. Почему этот брак прекратился и что там произошло? Ну, Репнина Боленская, простите. Неизвестно. То есть вкладов, напомин, души нет. Сведений о постриге нет. Ну, может быть, по причине бездетности брак все-таки вот этот распался. Дмитрий был женат, второй брат Шуйский, на дочери Малюты Скуратова. Такая вот была коллизия в этом роде. А что касается Ивана, он был неженат, и потомство-то у них не останется. Вот у этих троих братьев потомства не будет, потому что дочь, которая родится от второго брака, у Василия, она скончается во младенчестве. А что касается их прав на наследование природных, то, конечно, они были очень высоки. Достаточно сказать, что Шуйский – потомки Александра Невского. Да, как он подчеркивал, превосхождение на престол. И почему избрали его? Ну, нужно напомнить, что он был не первым, кого избирали. То есть прецедент был создан Борисом Годуновым. Он был первый избранный царь, неприродный. Что, конечно, порождало очень много. Вот уже в этой ситуации смота зарождалась, что он государь неприродный. И главное, сам Годунов всегда помнил об этом. Как написал Сергей Михайлович Соловьев замечательный, он унизился до зависти. Вот Годунов, несмотря на всю полноту власти, все-таки унизился до зависти. И в каждом из готовящихся, но даже не готовящихся, а мнимых сначала заговоров, он видел реальную опасность для себя. И с противниками расправлялся жестоко. Поэтому Василий был не первым, кого избирали. И опять же я добавлю, Шуйский дважды попадал в Апалу при Годунове, вроде бы увлеченный в заговоре. Сначала отстраняли, высылали, потом обратно возвращали, поднимали в его этой иерархии при Годунове. Я хочу напомнить, что не было такого правителя, при котором бы Василий Шуйский не попадал в Апалу. При Иване Грозном попадал в Апалу. Обстоятельства сами неизвестны. Хотя он был дружком на последней свадьбе у него даже. Да, он и на одной свадьбе был в качестве гостя, на второй дружком был, когда на Марии ногой женился. Но обстоятельства его попадания в Апалу неизвестны. Вот он был на полу руки братья Мода. Но Апала была, при Грозном была, при Годунове была дважды. У всех Шуйских один раз вот заговор серьезный был с целью расторжения брака Федора Ивановича с сестрой Годуновой, Ириной Годуновой. Затем еще раз, это уже в связи с делом Никитича, видим, это было, Романовых. При Лжедмитрии самые первые дни его правления он едва голову не сложил на плахе. Вот и получается, что он при всех правителях попал. Да, он уже был на плахе. Да, он уже был на плахе. Он ходил по лезвию назад. Да, да, да. Поэтому, когда о нем говорят как о ловком царедворце, ну, ловкость, наверное, в том, что он все-таки избежал смерти во всех этих случаях. Но сказать, чтобы он был уж очень осторожный и аккуратный во всех этих, ну, то есть то, что он попадал в них, говорят о том, что как раз он, наверное, может быть, по молодости осторожностью не отличался. Может быть, потом жизнь его научила более осторожно себя вести, там, воздержаться от каких-то речей, там, возможно, от слишком опасных интриг, может быть. Но вот сам факт этой постоянной опалы говорит о нем, как о человеке, в общем-то, закаленных, наверное, в этих интригах. Здесь надо учитывать такой момент. Дело в том, что само понятие рода, ведь местнические понятия в начале 17 века, в конце 16-го, начале 17-го, они имели место быть, как говорится. И по роду считали приближенность ко двору и право на занятие придворных должностей. И шуйские как раз по своему происхождению, по родовитости имели право играть ведущую роль придвора. Хочется сказать, что он был обречен на вовлечение в интриги и в заговоры. Он не просто вовлечен, это было в обыденном сознании того времени. Это, как говорится, подразумевало его активное участие в политике. Другое дело, форма, которую это принимала политика, либо, как говорится, взять какой-нибудь приказ и мудро им управлять. Он управлял приказом, московским судном. Да, либо вести придворные интриги. Но, опять же, при Годунове возникла практика своих политических противников. Это еще при Грозном было, но Годунов обещал не делать своих политических противников, не отправлять в ссылки без суда. А при Годунове они хоть с головой оставались. При Грозном можно было. Потому что Годунов делал то же самое, но тихо, мягко. То есть, вот они не на плахе голову складывали, а были отправлены в дальний монастырь. А еще надо поговорить о убийстве царевича Дмитрия, и почему именно Шуйский был назначен Годуновым. Почему именно Шуйский? Ну, во-первых, он туда не один входил. Там, например, был митрополит Гелосей. Там были другие люди. Клешнин, Вылузгин. Вот я так думаю, это мое мнение такое, что... Представим себе, ведь первое обвинение в убийстве, в гибели царевича Дмитрия, ложились бы на Бориса Годунова. Слишком выгодна была его смерть. Потому что он наследник престола. Царевич Дмитрий, младший сын Ивана IV Грозного, родился в 1582 году. С 1584 находился с матерью Марией Ногой в уличе, выделенном ему в удел. Существуют две версии о причинах гибели Дмитрия Ивановича. Убит по приказу Бориса Годунова, желавшего устранить претендента на престол. Вторая – закололся ножом к припаске и падучей болезни. Распространялась и третья версия, что был убит вовсе не Дмитрий Иванович, которому удалось спасти, а другое лицо. Расследованием обстоятельства гибели царевича Дмитрия и восстания граждан в Угличе руководил Василий Шуйский. Если он, Василий Шуйский, как его политический противник, подтвердит и докажет, что Борис Годунов не причастен к смерти, что смерть естественная, это тогда и есть самое объективное мнение, которое мог ждать Борис Годунов. Если бы он отправил туда своего человека, Клеврета, Михаила Ивановича Татищева, которого очень возвысился при Борисе Годунове, то могли бы этому мнению не поверить. А вот противнику политическому, да еще тот, который вопали, в ссылки вернуть, отправить туда, он подтвердит. Шуйский именно так и поступил. Слушайте, Дмитрий зарезался ножом при падке подучей. Да, несчастный случай. И что есть к этому свидетели, и что это все естественно, и он похоронен. Но другой момент... Сам ножичком порезался. Да, другой момент, что выяснилось, что личные свойства Шуйского и моральные принципы позволили эту историю трактовать так, как ему выгодно. Трижды. Трижды причем. Да, вот понимаете, совершенно евангельская история. Он трижды давал, отрекался, трижды давал разные, да, разные соображения. Вот это, конечно, очень сильно подмочило политическую биографию Василия Шуйского. То есть он публично трижды давал неверные показания. Какие из них верные, уже трудно было поверить. Вот он трижды клялся, и каждый раз это было действительно публично, он произносил слова. Причем, когда он второй раз клялся, ну, первый раз при Борисе Годунове, да, как член комиссии на соборе, он дал показания и сказал, что действительно царевич, вот, так сказать, несчастный случай. Второй раз это было, когда он опять подтвердил свои показания, когда Борис Годунов уже умер и наследовал его сын Федор. И он второй раз подтвердил, то есть он мог бы отречься, уже Годунова нет, но он подтвердил, что действительно царевич сам порезался. А Лжедмитрий стоял под стенами. Когда появился Лжедмитрий, ему ничего не оставалось делать, как сказать, что, значит, да, он спасся. Вот на него было покушение на агонец, а он спасся. Но он не говорит, что Борис Годунов отдал приказания, просто говорил, что вот... Там подразумевалось. Да, конечно, да. Из контекста вот этого признания все сделали вывод, что как раз злонамерение Бориса Годунова привело к тому, что младенца чуть не зарезали. Ну, потом Борису Годунову, как ни крути, все-таки больше всех была выгодна эта смерть. Хотя через короткое время после смерти царевича Дмитрия у царя Федора рождается наследник, ну, наследница, он так даже не был ультразвук, не знали, кто это будет, мальчик или девочка. Вот царица родила, и она, девочка, недолго прожила. Вот может тоже, конечно, развернуть и дальше страшное предположение, что Борис Годунов и это младенца убил, отравил. Но все равно был наследник царевича Дмитрия, и смерть, конечно, была выгодна Борису Годунову. Так вот, в третий раз Василий Шуйский клялся уже, когда он заступил на царство, когда он же был венчан на царство, он говорил о том, что действительно его убили. И я сам вот этими руками их показывал, в Угличе похоронил, и про орешки эти в крови он рассказывал. И при этом он организовал перевоз мощей. Да, чтобы доказать. И пропагандистскую кампанию, что пошли чудеса от мощей убиенного отрока. И поэтому вот вам, пожалуйста, самозванец чистой воды, который вот там идет, а настоящий-то царевич Дмитрий, вот он, похоронен. Вот его мощи, они были привезены, как раз он в июне короновался, ну, венчался на царство. Ну, они сейчас в Вакаминском соборе, да. Да, он венчался на царство Василия Шуйский в июне, по-моему, да, а в июле привезли мощи из Углича. То есть это было вот соединено. Нужно было доказать, что тот, который себя выдавал за царевича, тот самозванец. Ну, по поводу исцеления чудес, тут же еще нужно было и мнение митрополита обязательно, и патриарха. Ну, патриарх поддержал как раз эту линию. И там, во-первых, было сразу при переносе мощей сказано, что множество свидетельств зафиксированных о том, что в Угличе были чудеса исцеления при мощах Дмитрия. И в Москве было отмечено, вот во временнике дьяка Ивана Тимофеева было сказано, что от мощей Дмитрия были чудеса, когда свечи сами собой загорались. То есть несомненное чудо, когда там щиты падали со стен. Там больные сцелились. Да, но как бы это ни было, Василию Шуйскому необходимо было. Это как одно из доказательств перенесения мощей, доказательства мнимости того, кто претендовал на это место. Но вся эта история, она, конечно, его с нехорошей стороны показала. Верить ему было нельзя. Ну, как ему можно было верить, если он все время лгал? То есть когда он говорил из этих трех случаев правду? Когда? Сильная власть и механизмы по управлению страной, они все функционировали при Годунове. То есть вот обратите внимание, система подавления оппозиции отработана при Грозном. Открытые силы, при Годунове, так сказать. Да, то есть серьезных противников на тот момент у него не было. Кто бы мог возглавить это? Да, идеологическая составляющая отработана. Церковь поддерживает власть государя. Поэтому войско сильное. Что еще требуется? Ну, государственный аппарат. Ну, здесь, конечно, есть свои проблемы, которые пошли по нарастающей. И толчок был дан, собственно говоря, при Годунове. Опытные администраторы были смещены и за взятки стали назначать... Какие вы ужасы рассказываете. Так, главное, как есть современные. Эти не привыкли к делам и не знали совершенно того, что в достаточной мере и самостоятельно постигли научно и долгим опытом изрядные диаки. Они отбросили от себя великий страх и божий и царский, облеклись самовластно в бесстрашие, имели в себе только одно готовое, укоренившееся от рождения злое желание и умение. Богатство своих господ поязычески безжалостное, не глядя назад разорять, а свои ненасытные сундуки бесстыдно, а лучше сказать бесстрашно наполнять. Это приговор практически о государственной политике Бориса. Ну, здесь в данном случае что можно сказать? Ну, не новость это была, это у Бориса. Пришел человек на должность и начинает формировать свою команду. Закономерно, закономерно. Другое дело, где взять опытных? Да, если не... Они нужны опытные, нужны верные. Да. И понятно, что, скажем, тот же Тимофеев, отставленный от должности, будет таить обиду. Может быть здесь преувеличение, но все последующие развития событий в смутное время показали, что да, людей, которые родили бы о государственном интересе, в государственном аппарате было, ну, если крайне мало, если они вообще там остались. То есть вот черта смутного времени – это стремление любых начальных людей, любых сотрудников государственного аппарата, в первую очередь наживаться, набивать сундуки себе. Не имели страха, то есть не имели страха ни перед начальством, то есть конкретные наказания не боялись за взятки, ни страха Божьего. Другая причина смутного времени в том, что люди постоянно нарушали клятвы. И мы приходим к чему у нас первый руководитель? Клятвопреступник. Царь? Клятвопреступник. Как он может спрашивать с подчиненных, если его подменять свои... Ну, когда Василий Шуйский венчался на царство, и патриархом был избран Гермоген, то пригласили старого патриарха Иова, который был при Борисе Годунове, и которого сослали в старицу, и был так называемый разрешительный собор. Ну, разрешительный собор, то есть в том смысле, что он как бывает перед причастием разрешительной молитвы священника, да, над головой кающегося. Вот так же, вот только это было соборно, прочитали разрешительные молитвы, разрешая от того лжецелования, вот от клятвопреступления, которое было совершено временно лжедмитрия I. Потому что многие... Кто-то присягал из-под сабли, как писал современник, невольно, по принуждению, а что оставалось делать. А кто-то, хотя некоторые не присягали, голову сложили, а кто-то по невиденью. Ну, если вы находитесь не в Москве, вы не видите этого человека, царя Кострома, Ярославль, Нижний Новгород, ну, может быть, это действительно царевич. Тем более, что Василий Шуйский теперь говорит, да, царевич спался. Спался, причем Василий Шуйский был тот, кто был в Угличе. Теперь-то ему можно поверить? Поэтому и присягали лжедмитрию. Наталья, ну для Москвы-то, если мама признала... Да, если мама признала... Да, и говорил, да, мой сын. А сама Мария Нагая признала, да, это мой сын. Так какие еще доказательства требуются? Забегая немножко вперед, там же пошли эти клятвы. Постоянно жители России заставляют, ну, царевичу Дмитрию присягнули. Так, теперь это... Нет, сначала сыну Борису Годунову присягнули, через ковродкое время его убили. Затем лжедмитрию присягнули, через меньше чем 10 год его убили. Василию Шуйскому присягнули. Присягнули. Марина Мнишек, супруга лжедмитрия I, дочь польского воевода. В мае 1606 года Марина Мнишек короновалась в Москве. Через два года была выслана на родину, однако присоединилась к Тушинскому лагерю, признав лжедмитрия II спасшимся мужем. После его смерти в 1610 году бежала в Астрахань. В 1614 году была выдана яевскими казаками правительству. Умерла в заточении. Читаешь переписку городов между собой. Вот представьте себе, смута уже идет. После смерти Бориса Годунова... А коммуникации только письма были. Я просто хочу сказать, что они писали друг друга. То есть, какая информация, откуда она может браться? Вот эти вот отписки, которые между собой города переписывались, и гонцы с риском для жизни возили из города в город. Это единственный источник, что-либо узнать. И вот, читаешь, один город пишет другому. Так вы присягнули царевичу Дмитрию, это уже был же Дмитрий II, Тушинский вор? Нет, мы пока погодим. Правильно. Естественно, надо погодить, а вдруг и этого прикончат. Вот тут вот, мгновенно. Равновесия почти нет. Расстановка сил неясна, особенно в заволжских городах. И многие ждали, выжидали. Ну, безмолвствовали, можно сказать и так. Кто-то боролся с теми отрядами, которые приходили грабить, ограбили все. Тушинский царь их грабил. Отряды, которые приезжали от поляков, сами по себе разрозненные, грабили. Шведские отряды, не получая жалования. Шведы пришли на юбники, которым не заплатили вовремя. Но пока был же в Скопеншуйске, им все-таки платили. Он серьезно этим занимался. Значит, ну, когда он погиб, они разбежались по всему северу, вокруг Новгорода, грабили. Так вот и получается, что каждый защищал себя. Вот это и есть распад государства. Вот этот английский принцип, да? Мой дом, моя крепость. А это и есть развал страны. Значит, я буду защищать свой дом, это моя крепость. Все остальное. Но это тоже по-человечески понятно. Да, у меня тут семья, дети, мое поместье. Государства нет. Все. Потом такой... Тот, кто должен был, прости, Андрей, защищать. Сама государственная власть должна защищать. Ее нет. Вот это безначалие царства без правителя. То, что в свое время писал Грозный о боярской смуте в начале своего правления, пока они с братом были малолетние, то же самое стало происходить и здесь, после смерти Бориса Годунова. Даже если мы будем считать Лжедмитрия I гениальным авантюристом, ну, трудно представить, что это интрига, плод одного человека. И чем больше узнаешь это, тем больше понимаешь, что нет ни одного. Это сам Борис Годунов же говорил. Это и Боряри задумали. Вот Лжедмитрий – это боярский заговор. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году. Настоящее имя Лжедмитрия I – предположительно, Юрий Отрепьев в монашестве Григорий. В 1602 году Отрепьев бежал в Литву и объявил себя наследником престола и тайно перешел в католичество, что помогло ему заручиться поддержкой местных магнатов. В 1604 с польско-литовским отрядом перешел русскую границу, был поддержан частью граждан, казаков и крестьян. В июле 1605 после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года был убит боярами-заговорщиками во главе с князем Василием Шуйским. И, кстати, вот одна из причин смуты – в виде вот такое наверху и нижние слои тоже себя чувствовали в безвластной обстановке, ну как сказать… Шанс подняться. Неуправляемо, а это значит возможность возвыситься. Как писал один из современников, все стали писать свое отчество свичием в эпоху смуты. Что значит свичием? С отчеством. То, что раньше только давалось, например, Строгановым, Иван Грозный дал в качестве награды именоваться свичием, писать свое отчество свичием, как высочайшее признание заслуг. А здесь каждый стал писать. А чего? До этого писали «раб твой Ивашка», «раб твой Василька». А тут все стали люди уважаемые, сами себя пытались возвысить. Вот эта вот ситуация без власти, когда вот эта государственная власть, эта вертикаль, как хотите, пусть строгая во времена Грозного, пусть строгая во времена Годунова, там, жестокая, но она была разрушена, при боярском своевольстве, при взяточнике с чиновников и при стремлении получить любое место, любое власть снизу, вот вам это смотрит. Государство развалилось, его не стало, потому что эта власть, она уже не справлялась с своей главной задачей. Не каждый должен был себя в своем поместье или в своем доме, или в своем крестьянском доме защищать. Это задача государства. А защиты нет. А защиты нет. Опять же, выкрикивание. Сам Василий Шуйский через вот этот выкрик пришел к власти. Там же было три или четыре варианта развития событий. Ну, в данном случае, ну, в данном случае, он организатор был, да. Вся власть была в его руках на тот момент. Ну, представим себе, выкрикнули на лобном месте, на Красной площади. Сколько народу может поместиться на Красной площади, и сколько народу непосредственно возле лобного места. И сколько из них, если сформировать из своих людей, то кто крикнет громче? Ну, группа скандирования, тысяч человек достаточно. Вот, а там даже меньше было. И вообще, это такой верхушечный переворот. Ведь все эти вины, которые были объявлены Лжедмитрия Первого, вот и это вина, это, это, это. Кто мог слышать, как он судил о Вселенских соборах, о безверии его, о том, что он там что-то в пост мяса ел, вот там в баню. Кто это мог видеть? Очень узкий круг людей, который рядом с ним был. Значит, все это использовали для того, чтобы сначала возвысить его, потом свалить и захватить власть в руки. И очень много свидетельств есть о том, что народ после смерти царевича Дмитрия переживал и был на его стороне. И очень недоволен был тем, что царевича-то убили. И пошли слухи о том, что, может, царевич-то был настоящий. Может быть, это не самозванец? Да, а Шуйского выкрикнули, и он без поддержки земли, что одни москвичи посадили. Это было самое страшное. Ну, то есть главное обвинение, вот Иван Тимофеев писал, да, самоназванный царь. И так оно и продолжалось все эти четыре года, пока он властвовал. С 1606 по 1610 всегда ему ставили в вину, что он сам себя выдвинул. Что в очень большую степень и правда, потому что он организовал заговор по убийству сумозванца, он взял власть в руки. Но, опять же, здесь есть такой момент. Только что убили самозванца, необходимо кто-то, кто наведет порядок беспорядки. Ведь сам переворот, самоубийство самозванца, например, в Москве, сопровождалось, ну, самыми ужасными картинами. Поляки же... Они, да, не смогли предотвратить резню. Нет, ну, как поляки, во-первых, вели себя достаточно нагло. Нет, прямо скажем, как бандиты. Да. Мы вам царя дали. Да. Это вот все в мемуарах польских. Мы вам царя дали. Вы нам должны быть, москвичи, благодарны. Что вообще без нас делали? Вообще государство тираническое. Мы вам сейчас расскажем, как... Вообще государя выбирать надо. Мы же в Польше выбираем. Вот мы вам сейчас научим. С оружием приехали на свадьбу. И получилось-то, что когда заговорщики ворвались в Кремль и убили Лжедмитрия I, волна-то пошла дальше по всей Москве. Да, да. И поляки эти, приближенные, неприближенные, купцы, они все оказались жертвами. Причем, где удалось отбиться, вот, например, воеводы Вишневецкие. Технического оружия, которое они привезли на свадьбу. Да. У него большая челядь. Там, по-моему, человек 300 их было. Даже с пушками. Да, и просто заняли круговую оборону и все отстреливали. Заняли круговую оборону. Причем Василий Шуйский-то туда приехал. И о чем он печалился? Что, говорит, побили много Москвы. То есть, много участников. Наверное, это были его сторонники. И он жалел, в первую очередь, о том, что все меньше и меньше круг поддерживающие. Вот о чем жалели. А не о том. События были самые ужасные. Потом ему ставили в вину эту кровь. Поляки. Да. Нет, ну, поляков там уничтожали просто самым жестоким образом. Отрубали руки, ноги, сажали на коло, распороли животы. И это было, так сказать, ну, обычно для того времени. Почему именно Василий Шуйский? Да, ну, то, что он был руководителем заговора. Но и у него было больше всего прав на престол. Помните, Михаила Романова одна из причин, почему именно его на соборе избирали? Потому что он приходился, да, роднёй. Причем свойственной роднёй. Да, да, да. Но тем не менее. Тем не менее, и приходился, в свойстве был с Рюриковичами. А Василий Шуйский тут просто Рюрикович был. Это одна из самых важных причин. По муству линии, конечно. Да. И поэтому, вот с одной стороны, да, в условиях, когда Москва охвачена вот этим безумством, когда людей убивают так, что потом их пришлось целыми караванами телег вывозить и хоронить. Нужна власть твёрдая. Правильно. Вот как мы говорим, антикризисное управление. Должен быть человек, который возьмёт на себя всю полноту ответственности. Взял Василий Шуйский. Остановил кровопролитие. Поляков уберегли оставшихся там. Сохранили жизни людей. Дальше что? Дальше собирается собор. Да, ведь не надо забывать, что потом были разосланы грамоты по городам и начинают собирать представителей, чтобы утвердить. Да, ещё очень интересны эти грамоты, в которых обоснуется выбор Василия Шуйского. Почему его выбрали? И почему нужно было как-то объяснить смерть самозванца? Всё перечисляли. Переход в латинство. То есть все вот эти документы, которые были спрятаны, как бы их публиковали, там это подробно описывалось. И что он обещал земли раздавать, и что он деньги из казны раздавал. То есть вот представить его в самом чёрном виде для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы более законен был приход к власти Василия Шуйского. Эти грамоты читали по городам, их рассылали. И опять же патриарх стал на сторону Василия Шуйского. Василия Шуйского. Ну то есть его уже избрали тогда. После сначала венчали Василия на царство, а потом патриарх и Гермогена избрали. И ещё такой момент. Вот мы говорим, что ему попрекали всё его правление, что он избран москвичами, а не всей землёй. Но когда возникла необходимость бороться с войсками Болотникова, Шуйскому же удалось собрать стотысячное ополчение. А пришлось в том же году бороться. То есть его мирной жизни-то вот на троне-то было прям совсем несколько месяцев. Но факт-то он создал общероссийское ополчение, он разгромил Болотникова. То есть здесь получалось, когда нужно, вспоминали о том, что он... Да, когда есть удача. Хороший правитель. Когда не удача, плохой. Ну обычный такой мир. Но дело в том, что вот на эти весы укладывалось очень много моментов, связанных с личностью самого Шуйского. Вот с одной стороны, да. Повёл войска, разгромил Болотникова, задавил эту смуту. Я думаю, и его политическая ловкость как раз привела к тому, что дворянские отряды перешли в решающий момент на сторону государя. Пообещал? Думаю, что да. Сама вот эта ситуация, она рождала всевозможные ходы. Он говорил тут... Ну, а первое, Гермоген. Вот по поводу Гермогена. То, что он признал Василия Шуйского. Гермоген был сторонник не Василия Шуйского, как мне представляется, а сторонник законной сильной власти. Когда он говорил, лучше это власть, чем без власти. Вряд ли он прям так любовался Василием Шуйским. Наверняка он знал все отрицательные стороны. Но это была власть. А с другой стороны, а с другой стороны, смуты без власти. Поэтому Гермоген и стоял за него до последнего. Сколько раз он защищал его. Были возможности переворота во все эти четыре года. И каждый раз патриарх его защищал с риском для жизни. И Гермоген писал в этих грамотах о том, что царь вас простит, если вы перейдёте на сторону. И Василий Шуйский действительно прощал. И с Тома Пашков, который перешёл прямо во время боя 2 декабря под деревней Котлы, это тоже одна из причин того, что царское войско выиграло. Значительная часть перешла на сторону царского войска. Это сейчас территория Москвы. Да, да, да. Было обещано прощение. Коломенская. Да, и он прощал. И не просто прощение. Там же поднимали. Да, Люпунову потом чин дали, следующий Люпунов тоже перешёл про кофе. То есть в этом отношении правление Василия Шуйского, да. Он выполнял свои обещания в этом смысле. Он выполнял свои обещания, но с другой стороны, опять же, в чём его обвиняют? В том, что он, чувствуя непрочность своего положения, казну, вместо того, чтобы пускать на общегосударственные нужды, как теперь выражается, раздербанивал по укромным местам. И множество этих захоронок было на чёрный день ему лично, чтобы были деньги. Во-вторых, в идеологическом плане, в чём его обвиняют? Приблизился ли всяких гадателей и прорицателей? И даже при царских покоях создал специальную палату, постоянно занимались гаданиями, пытались определить будущее. То есть о чём говорится? А на какие документы сохранились по этому поводу? Ну, это вот в основном из сведений от Диака Тимофеева, из Временника. Но, опять же, другие документы, как говорится, не опровергают, а подтверждают, что... Ну, нельзя здесь сказать, что какая-то вражба там была. Но гадание... О чём это говорит? Власть чувствует свою слабость. Ну, Патриарх бы, конечно, не допустил колдовство. Если было бы откровенное колдовство, это было бы известно. Ну, когда вот Василия Шульского обвиняли, что он там людей в воду сажает и держит подолгу, и, значит, ведовством занимается, то Гермоген просто вышел на путь и сказал, покажите мне этих людей, которых в воде держали, и покажите тех, кто вражбой занимался. И что было сказать? Никто ничего не сказал, Патриарх, потому что таких людей... Я думаю, что вот эти обвинения... Иван Тимофеев ведь сидел в Новгороде, а это всё продолжалось в Москве. Нет, но он-то уехал из Москвы, когда эти события разворачивались. Но большую часть он провёл в Новгороде, и как раз там со Скопиным-Шуйским встречался, и вся эта история с убийством Татищева там на его глазах происходила. Но что касается вот обвинений против Василия Шульского, ну, конечно, когда у него неудача, то уже там всё в одну кучу сваливают. Там очень легко находить что угодно. Обвинения в ведовстве самые распространённые в то время. Вот, ну, действительно, с Болотниковым ведь справились на тот момент, да? Я говорю, опять же, да. Значит, власть своей задачей справилась. Власть справилась, и управление государством шло. Дальше появляется Лжедмитрий II, снова собирается войско. Лжедмитрий II, тушинский вор, авантюрист и самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия, Лжедмитрия I. Происхождение Лжедмитрия II точно неизвестно. В 1608 году он во главе войска, состоявшего из польско-литовских формирований, подступил к Москве и создал в селе Тушино, отсюда и прозвище, укреплённый лагерь, пытался захватить столицу. Успешные действия русских войск под началом князя Михаила Скопина-Шуйского заставили самозванца отступить от Москвы. С началом прямой интервенции Польши против России Лжедмитрий II потерял польскую поддержку, бежал в Калугу, где и был убит в декабре 1610 года. Шуйский к этому моменту уже женился? Да, он женился. Некоторые говорили, что нужно было и дальше, ведь остатки войск Болотникова, собственно, создали армию, примкнули к Лжедмитрию II. Нужно было не после взятия в октябре Тулы не удовлетвориться этим, а нужно было дальше идти. А он чем стал заниматься в 1608 году? Женился, отдыхал, войску сказал всем отдыхать, всё, значит, стал устраивать свои семейные дела. Но он их давно не мог устроить. У него ещё невеста была при Борисе Годунове, ему не разрешили жениться. А здесь он решил жениться в 1608 году на Марии Петровне Буйносовой. Молоденькой. Молоденькой, да. И вот эти бесконечные переливания, рассказы про то, что это был старикашка со слезящимися глазками. Плешивый. Да, плешивый, маленький. Ну, во-первых, он был совсем ещё не старикашкой. Ему там было около 50 лет на тот момент. По нынешним меркам, так вообще прям жених. Во-вторых, он был не женат, он был на престоле, значит, у него должны были быть наследники. Как раз одна из причин, чтобы... Да, это уже государственная функция, да? Это уже государственное дело, чтобы не было смуты. Поэтому он женился на молоденькой. А на ком он должен был жениться? На старухе, чтобы каких она им детей родить. Поэтому, ну, вот как бы с государственной точки зрения он поступил вполне по законам старины. Ничего сверх выдающегося в этом нет. Ну, вменяли в вину ему такое сластолюбие, вместо того, чтобы заниматься государственными делами. Вот он пиры и правит. Да, падение нравов. Падение нравов, да. Ну, давайте вспомним. Значит, это был 1608 год, самый тяжёлый год в царствовании Василия Шульского. Борис Годунов уже три года как умер. То есть, ну, можно сказать, смут уже три года. Мы сами с вами были свидетели 90-х годов, которые тоже смутное время. Начало 20-го века и конец 20-го века, 90-е годы. Если нет этой вертикали власти, если нет этой защиты государственности, если всё возможно... И нет примера со стороны власти, как надо себя, должно себя вести, а наоборот. То вот и получается то, что сейчас описал современник Иван Тимофеев. Вот вам, пожалуйста, всё возможно. Абсолютная распущенность. Как с этим можно было справиться? Вот поэтому, когда появляется Лжедмитрий II, то уже тогда ситуация вообще с ряда вон выходящей. Служилые люди в городах, стрельцы, переходят на сторону самозванца. Дворяне, которые получают землю из казны, на которой они испомещены, с которой они служат, переходят на сторону самозванца. И вот это самое страшное событие, это из 1608 года, когда воевод, которых отправляет власть, их сбрасывают с городских стен, самый распространённый способ казни, распинают на городских воротах. То есть борьба уже с любой властью, вообще без власти. Получается, что Псков стоит за одного, Новгород стоит за другого, Нижний Новгород за третьего. И героически сражается Смоленск. Да, ну и, в общем, понять Псков и Новгород тоже можно, потому что в 1608 году, в этот тяжелейший период, Шуйский принимает решение нанять наёмников. Отправляет Скопина-Шуйского в Новгород, а Скопина-Шуйский, в свою очередь, отправляет дипломатов вести переговоры в Выборге с представителями Карла IX, шведского короля. То есть у нас получается, что та помощь, которую шведы всегда предлагали, и от которой всегда высокомерно со времён Ивана Грозного отказывались, потому что Швеция – это вообще не королевство, с точки зрения Грозного и России, а здесь вот принимает от них военную помощь. Михаил Скопин-Шуйский, князь-полководец, племянник царя Василия Шуйского, с воцарением которого был назначен воеводой. Участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова. В 1608 году ввёл в Новгороде переговоры со шведами о предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. Рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя опасения за судьбу трона. По слухам, Михаил Скопин-Шуйский был отравлен в 1610 году женой брата царя Екатерины Искуратовой Шуйской. При этом идеологически важный момент. Новгород и Псков всегда себя считали рубежом обороны от нашествия немцев. Так оно и было. И вдруг их призывают. В Пскове действительно пошли волнения, что немцев приводят в город, так они же будут истреблять нас. Зачем? Поэтому они не присягали Василию Шуйскому. Но Псков не присягнул, был на стороне Лжедмитрия. И туда был послан от Лжедмитрия посланец, который поддержал это настроение. И Псков был не за царя Василия. Поэтому, когда вся эта ситуация случилась, восстание. И Скопин-Шуйский бежал из Новгорода с несколькими людьми, и в том числе Статищевым, который его подговорил к этому делу, взяв городскую казну, их ни один город не пустил. Куда они не просились, их никто не пускал. Потому что никто не хотел присягать Василия Шуйскому. Вот эти северные города, они понимали, что наемники – это опасность. А раз Василий Шуйский пригласил наемников, значит, мы не будем на его стороне. Вот какая сложилась ситуация. И еще важный момент. Тяжелейший. Да, еще важный момент. Ведь Лжедмитрий II, тушинский вор, он ведь не просто принимал к себе тех, кто бежал от Василия Шуйского. Он их поднимал в чинах и званиях. Шуйский делал то же самое. И вот это понятие, тушинские перелеты. Да, получал тоже чины, звания, земли. Отъехали в Тушино, получили там звание думного дворянина или там думного дьяка. Потом, а, возвращается к Шуйскому, он говорит, ладно, тебе следующий чин. Кто будет энергичнее отрекаться от правителя, от которого только что ты отошел, тем больше чинов и наград. И какое же тут, извините меня, государственное управление? Здесь... Самая обычная ситуация. Да, самая обычная ситуация, где в этой сложной обстановке, сложной обстановке, первая задача выжить, вторая задача разбогатеть. То есть не упустить свой шанс. Да. И вот очень многие делали карьеру, не упуская свой шанс в это время. То есть при всем при том, было чем поживиться и было на чем нажиться. А как же? А как же? А как же? Кто на чем? Кто на месте, которое... Вот Татищев Михаил, который участвовал в заговоре по свержению Лжедмитрия I. Более того, известно, что он убил одного из самых приближенных Лжедмитрия I. Ну, то есть буквально своими руками. И вдруг Василий Шуйский его отправляет в Новгород. Ну, видимо, язык у Татищева был все-таки очень острый. Он его отправил в Новгород от греха подальше. И когда Скопин приехал, и вся эта ситуация с убийством Татищева, толпа разорвала. Потом дальше стали смотреть его имущество, и выяснилось, что, сидя в Новгороде воеводой, вторым, он никаких запасов себе не делал. Он как... В то время ситуация обычная, так сказать, в магазин не ходили оптовые закупки, припасы в хозяйстве любого человека. А у него вообще никаких нет. Это о чем говорит? Зато у него много вещей, на которые стали претендовать новгородцы. Говорят, вот это мой самопал, ружье. Вот это мой стол, это мой садак. Это у митрополита Исидора лошадь забрал из конюшни, деньги за него. Ну, что это означает? Это означает, как городничий у Гоголя. Вот я на этом месте... Понравился ей. Понравился в ряду, себе взял. Зачем мне делать припасы? Кто самые богатые были в то время? Купцы. А что Тимофеев пишет о купцах? Немалая вина в запустении нашей земли лежит на многих наших купцах, которые в торговле были обременены большим имуществом. Они ради своих сбережений и увеличения прибыли часто вступали в союз с овладевшими нами чудеземцами, с теми, которые посажены были от них властителями, и языковредными лжевойнами. Ну, имеется в виду вот эти тушинские перелеты, изменники. Явно, а более тайно сходясь, заседали с этим и советуясь, они заключали многие соглашения об истощении земли православных. И как бы когда с какими прибылями на каждый день и час обогатиться. А эти туши все не поднимали цены, это, наверное, да? Да, и вот что самое интересное, вот все те же самые люди, ведь если смотришь на то, кто находился у власти, там никто не меняется. При Борисе Годунове, при Лже Дмитрии, при Василии Шуйске набор один на тот же. Они только перемещаются. Ну, да, по смене, да. В основном слой тут узок, да, что касается правителей, они занимают те же аппаратные должности. Ну, и вообще, и все остальные, все те же самые. Но те, кто вот в смуту себя так вел своевольно, и те, кто сбрасывал вот этих вот воевод со стен, все те же потом будут участвовать в первом, втором ополчении. Это все те же люди. Других там марсиан ниоткуда не привезли, они не прилетели. Это все те же. И те купцы будут давать деньги на сбор ополчения. Платить наемникам, потому что с Капинашуйском ничего не было. Когда Василий послал туда, он сказал, ну вот, значит, часть тебе дадим, а все остальное сам собирай. Откуда он должен был собирать? Они же остановились, эти шведские отряды, остановились на полпути, из-за того, что не выплатили вовремя деньги. А у них правило одно. Платите, мы будем воевать, платить, но перед боем. Сначала заплатите, чтобы мы знали, за что мы идем умирать. Это обычное правило наемников. Здесь ничего выдающегося в этой ситуации не было. И Капина проявлял себя как человек энергичный, как талантливый администрат. Он понимал, моя задача найти эти деньги, заплатить до боя. Поэтому он всегда с ними расплачивался вовремя. Когда смотришь на эти суммы большие, он выполнял свои обязательства. По договору он свои обязательства выполнял. Он постоянно им платил. Есть свидетельства о том, что когда после смерти Скопина войском будет командовать брат Шуйского, Дмитрий Иванович, знаменитая битва Клушинская, есть такие сведения, что у него были деньги для оплаты для Лагарди, а он не заплатил перед боем. И те перешли на сторону противника. Замечательный эпизод «Клушинская битва», когда Дмитрий Иванович убегал для того, чтобы дать возможность главнокомандующему спасти свою жизнь. Весь обоз перед наступающими поляками разложили меха, серебряные кубки, все, чтобы они начали грабить и не преследовали главнокомандующего, чтобы он спасся. Это вот такой вот эпизод очень интересный. Отвлечить внимание. Несколько раз называли имя Скопина Шуйского. Это был молодой племянник, которого... Он там четверородный племянник, он не в буквальном смысле племянник. Да, да, да. Но как можно прокомментировать идею о том, что он мог стать, или мог быть выкрикнут, или мог стать одним из претендентов на престол? Шансы велики. В связи с бездетностью Василия и непопулярностью. Шансы велики, потому что он тоже Рюлькович, более того, в Ветскопяных, Шуйских старше, вроде Шуйских. Но если посмотреть, и возможности были. Знаменитые посольства Прокофьи Филиппунова, который приехал в Александру Слободу, прислал людей с грамотой, что, мол, ну что там, Василий Шуйский, от него проку никакого, он сидит в Москве заперт. Что это за царь? А за тебя мы все встанем, ты полководец. Более того, в войсках его вообще называли царем. Такая информация есть. Иностранцы очень серьезно обсуждали в своей переписке возможность воцарения Скопина Шуйского. Это, кстати, одна из причин его гибели была. И Сигизмунд Третий направил ему письмо лично. И направили письмо, польский сенат направил Скопину Шуйскому тоже, где он среди Боярской думы назван первым. Это означает, что в нем видели этого преемника. Не ответил Скопин ни на одно из этих писем. Посланцев, правда, помиловал Прокофья Липунова, но ход этому делу не дал. Здесь нужно посмотреть на самого Скопина. Возможности были, да. Но это такая цельная натура. Он человек служивый изначально. Как раз из немногих тех, который ставил выше все благ государства. Не личное достижение целей. Уж у него возможности были. У него была возможность занять престол. Но это был бы не Скопин Шуйский. Это был бы другой человек. Он, кстати говоря, подобная же коллизия была уже при Дмитрии Ивановиче Пожарском. Этот Прокофь Филипунов, который не мог уняться, он и к нему направил такую же делегацию. А Пожарский выдал его вместе с людьми, со всеми, вот те, которые прислали. Скопин этого не сделал. Потому что он знал, что ждет гибель. Они у него просили пощады. И знал, что они не по собственной инициативе поехали. Прокофь Филипунов посылал. То есть это человек, который имел шанс, но не воспользовался им. Потому что главная задача была служилой. Служба государству. Во имя государства. Поэтому народ его так и почитал. Не видел в нем вот этой личной корысти, которая стала так востребована в смутное время. Урвать как можно больше. Мы переходим к самой трагической части и в жизни, и в царствовании царя Василия Шуйского. То есть он фактически упустил власть? Можно сказать. Ну, упустил власть. Все было закономерно. Если у государя нет опоры на аппарат, если у него нет надежного войска. Если ему не верят. Да. Если у него нет военных побед. Вот представь себе, остался бы жив Скопин-Шуйский. Последняя надежда. Как написал Карабзин, со Скопиным-Шуйским Василий хоронил свое державство. Все. Смерть Скопина, это фактически падение Василия Шуйского. Если бы он остался жив, и была бы победа, а Скопин дальше собирался на Смоленск. Он победил Сигизмун, потому что он себя очень твердо чувствовал под Смоленском. Все письма жене, которые писал Сигизмун, который там стал, его полководцы писали. Не Сигизмун, а полководцы о том, что стоим-то мы стоим, так взять-то мы ничего не можем, потому как у нас сил нет для этого. Вполне возможно, что Скопин-Шуйский там бы выиграл, и, наверное, Шуйский бы Василий удержался бы еще какое-то время на престоле. Потому что военные победы очень поддерживают правители. Это понятно. Зачем его менять, если... А здесь поражение за поражением, Клушинская битва, про которую мы говорили. И уже вся ковыка в строку. И все. А дальше не подыскать ли нам другого правителя. Дальше это Семя Боярщина. Ну, само свержение Шуйского, опять же, о чем говорит. Ближайшее окружение пришло. Те же бояре. Те же самые. Это все тот же круг. Их узкие. Это те же самые фамилии. Мстиславский, Воротынский, Голицын. От власти отставили. И насильное пострижение монахи. Причем вплоть до того, что Шуйский отказывается. И он и его жена не произносили. Да, вместо него произносит. Тюфякин. Тюфякин. Князь Тюфякин клятву произносит. Гермогены говорят, вот Тюфякин и есть инок. Да. А он истинный государь. Не признавал иночество Василия Шуйского. Поскольку уже события, как говорится, как снежный ком с горы покатились. Потому что дальше же вообще в разнос пошло. Вплоть до того, что претенденты пошли. Сам Сигизмунд. Сигизмунд. Под Смоленском. Сын его, королевич Владислав. Владислав. Лжедмитрий II, который еще жив. Да. Потом после смерти Лжедмитрия II. Сын Ивашка. Младенец. Сын Марины Мнишек. Варенок. Ивашка, да. То есть здесь полная уже вакханалия пошла. И что получается? Вот он, Василий Шуйский. Он не может ни на кого опереться. Денежные заначки не помогают. Куда их денешь? Хотя даже на порчу монеты он шел. Такой кратковременный был момент. Но даже на порчу монеты, чтобы пополнить казну. А что оставалось делать? Да. То есть насильное пострижение в монахи и закономерный этап оказывается в польском плену. Ну это самое, конечно, ужасное. Потому что больше ни один свернутый монарх не претерпел столько унижения. Ну здесь, так сказать, активная линия польского короля в том, чтобы убрать... А кто ему сдал? А сдали свои бояре. Свои бояре. Могли бы и не делать этого. Вы могли бы сослать в Кирилло-Белозерский монастырь? Ну его как бы сослали. Его же все-таки поляки взяли в Осипа Володского монастыря. Нет, ну могли сослать на Северной Славьки. И очень серьезно обсуждалось, ссылать он на Славьки или нет. Ну в данном случае, вот мы говорим о том, что вот это клятва преступления, к выгоде своей личной, оно шло понарастающе. Понадобилось отступить от клятвы, которая... То есть ты считаешь, он породил эту ситуацию? Он породил ситуацию, оказался ее жертвой. Закономерной жертвой. Настаивает польский король, что не нужен на территории России нам Василий Шуйский. Не нужен законный государь. Более того, не нужны его братья, которые в принципе могут наследовать престол. Значит, всех отправим в Польшу. И унижение в Польше. Уж то, что ему пришлось перетерпеть. Им всем троим. Им всем троим. Дмитрию, Ивану. С непокрытыми головами, то есть заломали шапки, целовать руку польскому королю. Да, сбылась польская мечта. А потом сидеть в темнице и умереть странной смертью. Мне очень нравится, некоторые следители пишут. Доказательств насильственной смерти нет. Они умерли с разницей в 2-3 дня. Все. За исключением младшим. Но который не претендовал. Да, умер Василий, Дмитрий, жена Дмитрия, дочь Малюта Скоратова. Они все умерли с разницей, там несколько дней. Но все в Польше в замках происходило. Ну, замок, темница, надворотное помещение над вратами. В тюрьме просто. По сути, тюремная камера. И умерли, и уже не нужны никому. Печальный итог. А где похоронен Василий? В Архангельском соборе в 1635 году. Его перевезли, да. Его перевезли. Как царь русский, он должен покоиться там, где все правители. Его перевезли в Архангельский собор. Вот как раз, когда обмен посольствами, по-моему, был. А когда итоги Смоленской войны были, то одно из условий было. В Архангельском соборе. То есть, Михаил Романов и его окружение, они оказались более христиански настроены, вообще более вестолюбивыми, чем все эти предшественники, которые сдали его. То есть, окружение Василия Шуйского, это ведь те, кто был... Это все первые лица Боярской думы. Кто его сдавал? Семь боярщины, это же кто такие. Это его ближайшее окружение. Вот они его сдали Сигизмунду. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!